Добрый вечер! В эфире ТОП Латгали. Актуальные новости и новые события на телеканале ЛРТ+. Сегодня с нами в студии Роман Савицкий, переводчик и общественный деятель. Роман, добрый вечер! Добрый вечер! А теперь свежие новости. Государство выделит 166 тысяч евро на проведение командного чемпионата мира по спидвею в мае следующего года в Даугупилсе. Первому заместителю председателя городской думы Янису Лачплесису удалось убедить в этом правительство. Средства будут выделены из тех ресурсов, которые удалось сэкономить министерством в 2019 году. Работа на променаде, пролегающем вдоль берега озера Большие стропы, подходит к завершению. Осталось всего несколько заключительных штрихов. Напомним, идея строительства променада была озвучена еще в 2015 году. И теперь, несмотря на некоторые сложности, возникшие при реализации проекта, здесь завершается асфальтирование дорожек, пролегающих от региональной больницы до пляжа стропу Вилнис. Проект по строительству Стропского променада уже началось обсуждение этого проекта в 2015 году. И уже в 2016 году городостроительная комиссия в феврале решила этот проект отправить на публичное обсуждение. Публичное обсуждение проходило с февраля по март 2016 года. В дальнейшем было выдано Буотляуэн тоже в 2016 году, в июне. И, соответственно, проект был акцифтирован в сентябре 2016 года. И уже через год, в 2017 году, были начаты работы по строительству променада. Вчера в Дагупилсе состоялось заседание Совета по присуждению наград, на котором изучались присланные горожанами имена кандидатов на этот ежегодный приз от самоуправления. Имена лауреатов станут известны через несколько недель. Рабочая группа изучила список кандидатов, вынесла свои предложения, которые еще предстоит обобщить. Затем разработают проект решения, который сначала изучат члены комитетов, а следом и все депутаты на заседании Думы. В конце августа начались строительные работы на одной из центральных улиц города Дагупилса-Ригас. Сейчас ее участок от Сиетокшня до Димназиас частично перекрыт как для транспорта, так и для пешеходов. В этом году планируется пешеходную часть выложить гранитной брусчаткой. На проезжей части строители будут делать дорогу в сторону торгового центра «Соло». Так как асфальтовые заводы завершают свой рабочий сезон, замену покрытия планируется закончить весной. Строительные работы движутся не быстро. Причиной тому, по словам главы предприятия, служит проведение большого числа закупок, которые требуют определенных сроков. В соответствии с требованиями пункта 182 правил дорожного движения, в период с 1 декабря по 1 марта автомобили и автобусы, полная масса которых не превышает 3,5 тонны, должны быть оборудованы зимними покрышками. При наступлении холодного времени жители уже начали активно менять шины. Напоминаем, что изношенные шины можно сдать на площадки для сбора сортированных отходов в микрорайоне Легинишки. Здесь автоводители, предъявив технический паспорт автомобиля, абсолютно бесплатно могут сдать один комплект покрышек в течение года. В Дагупелсе реализуются несколько программ по упорядочению дворов жилых домов. При осуществлении программы асфальтирования проходных дворов приоритетами считаются территории, вблизи которых находятся учреждения дошкольного образования, детские игровые площадки, а также маршруты, соединяющие несколько дворов и по которым должен перемещаться специализированный транспорт. Важно, что в случаях, когда работа полностью финансируется из бюджета самоуправления, созданные и облагоустроенные автостоянки смогут использовать все жители города. В знак протеста против недостаточного финансирования и перегрузки на работе медицинские работники 7 ноября проведут собрание пикет возле здания Сейма. На акцию протеста приглашены все врачи, кроме врачей неотложной медицинской помощи. Организации призывают врачей на один день взять отпуск за свой счет, чтобы участвовать в пикете. Если пикет не даст желаемого результата, с 8 по 14 ноября по всей Латвии пройдет акция «Приспусти флаг, зажги свечу». Политика ресоциализации осужденных лиц частично осталась на бумаге, поэтому места заключения продолжают работать в неподобающих условиях. Заключенные редко участвуют в мероприятиях ресоциализации, а после выхода из тюрьмы им не хватает поддержки со стороны государства, муниципалитетов и общественности. Новый прогрессивный подход к возвращению в общество бывших заключенных, введенный в Латвии 10 лет назад, все еще работает в холостую. Поскольку, несмотря на то, что в тюрьмы прилагают значительные условия по работе с осужденными, ожидаемых результатов нет. Большинство заключенных после выхода на свободу повторно попадают в тюрьму, а четверть всех заключенных попадает туда уже в четвертый раз или даже чаще. Совсем недавно, точнее сказать, совсем горячо Латгальский окружной суд отменил приговор суда первой инстанции, в соответствии с которым бывший руководитель отдела стратегического развития и планирования даугавпилских теплосетей был обвинен в разглашении коммерческой тайны, отстранен от занимаемой должности, были долгие тяжбы, избежание всех преследований и так далее. Но по факту окружной суд вынес решение, что это не является правдой, то есть не было никакого разглашения коммерческой тайны, но оставил в силе фактор отстранения от занимаемой должности и счел эту часть обвинения дееспособной. Роман, вообще как вы считаете, у нас, смотрите, есть судебные практики самоуправления, много, один период достаточно активно отстранялись от занимаемых должностей руководящие работники и просто сотрудники самоуправления, те, конечно, зная и понимая не совсем правомерных действий, обращались в судебные инстанции, и как мы видим, практика показывает, что действия самоуправления не совсем правильные. Как вы считаете, туда ли мы тратим свои инициативы? Абсолютно не туда, для меня не является никаким сюрпризом, ничего удивительного в этих решениях нет. Когда у власти города находится человек, для которого популизм на первом месте, непорядочность, а именно популизм так и будет происходить в дальнейшем. Что касается этих судебных решений, ну тут вот людям с какой-то стороны и повезло, потому что они работали в рамках трудового законодательства, а отстраняемые члены правления, например, в ЕА в том числе, работают по законодательству коммерческому. К сожалению, договор трудовой и договор так называемый Пилмаро и Малыйгумс, они друг на друга очень сильно не похожи. Поэтому принимать какие-то судебные решения или судиться в дальнейшем с акционером, которым является председатель городской думы, для члена правления, например, общества капитала проблематично. То есть в вашем случае вы не сможете доказать всю противоправность действий, например, со стороны мэра, назовем это прямым текстом, и вы не готовы с ним бороться и доказать свою правду? Я проконсультировался с юристами, там есть возможность подавать иски за клевету, за то, что было на меня столько возведено всякой напраслины по поводу того, что я там некомпетентен, потому что по поводу того, что я провалил там трамвайный проект и так далее. На самом деле все это не соответствует действительности, и если познакомиться с протоколом акционерного собрания, на который меня отстраняли от занимаемой должности, там нет ни одной причины, по которой меня отстранили. Ну, в принципе, похожим путем потом развивались события с отстранением руководителя Далгопилсилтумтыкли Виктора Лукьянчика. И он тоже консультировался с адвокатами и юристами, сказали ему, что можно, но очень сложно. И на самом деле это такая практика, наверное, что когда у нас до определенного периода в человеке сомневаются или, наверное, не раскрыт его потенциал, а потом видят, что он не готов или не будет идти на поводу обстоятельств и ухудшать ситуацию предприятия, которым руководит, или отрасли, то, ну, пользуясь договором делегирования, то есть, наверное, очень удобная форма соглашения, чтобы отстранить и дальше не дать возможности оспаривать. С точки зрения акционера, я думаю, да, это очень удобно, но с точки зрения здравого смысла, с точки зрения хозяйственной деятельности города, когда человека отстраняют за то, что он, в принципе, начал, достаточно успешно проводил проекты, а что сейчас будет с трамваями, мы до сих пор не знаем, все-таки есть возможность, что их просто вернут по какой-то там причине назад в Россию, то, вы понимаете, я в этом никакого рационального зерна не вижу. Но мы пока вообще не видим, запустят их или не запустят, я, по крайней мере, в городе наблюдаю картину, что наши трамвайные пути еще не закончены, не подготовлены к их запуску, и, наверное, нам придется еще подождать, чтобы действительно убедиться в правомерности и правдивости слов, которые ранее звучали. Ну, а если коротко, то вообще судебная система Латвийской Республики насколько позволяет себя продуктивно защищать, на ваш взгляд, в суде первой инстанции, потому что зачастую не каждый судья готов брать на себя ответственность в выносе решения и принятии приговора. Так и происходит, потому что у нас непрецедентная система, как вы знаете, да, если все любят фильмы американские, да, в которых сидят присяжные, в которых заседают, в которых выносятся определенные решения, ну, там вынесенное решение в дальнейшем влияет на все аналогичные случаи. Да, у нас система работает по-другому, и я с вами согласен, зачастую судьи первой инстанции просто не берут на себя такую ответственность, да, они могут принять какое-то решение, но они всегда оглядываются на то, что есть суд второй инстанции, есть еще сенат Верховного суда. Ну, в истории с Юрием Зайцевым он намерен идти дальше, чтобы доказать свою правду и следовать принципу и букве закона, если там действительно есть какие-то аргументы, за которые можно цепляться и доказывать свое неправомерное отстранение от занимаемой должности, наверное, этому следует идти. В рамках трудового законодательства у него больше возможностей. Ну, Гуни Таванова всем показала, что прецедент был и то, что она была права, и мы видим, что ее восстановили в занимаемой должности, поэтому посмотрим, будут ли повторные попытки уличить в чем-либо, или действительно теперь человек сможет спокойно работать. Главное иметь желание сражаться, это самое главное в данной ситуации. Ну, дай бог, чтобы правда восторжествовала, и здесь, как Сергей Бодров говорил, в чем сила американец, сила в правде. Сила в правде, совершенно верно. Ну, чуть больше, чуть позже мы продолжим обсуждение свежих новостей. Ну что, в Латвии продолжается отток капитала. Это свидетельствует ассоциация коммерческих банков, их показатели, банков Латвии, что происходит в финансовой сфере. Ну, совсем недавно, в конце прошлой недели, возле банкоматов сети Светбанк скапливались небольшими группами люди, которые изымали наличности, потому что была эта информация о том, что банк может рухнуть. Но, Роман, как вы оцениваете продуктивность работы латвийских банков на территории Латвии, назовем так, банковской системы? И есть ли эти риски на поверхности, что очередной банк может повернуться к жителям спиной, и их деньги будут заморожены? Риск всегда существует, и практика последних лет это показывает очень ярко. Особенно история БЛВ банка, история с отмыванием российских денег и прочее. Но здесь нужно все-таки обратиться к самоуправлению, и подумать о том, насколько были приняты продуктивные меры по убережению горожан и, главное, муниципальных предприятий от сложившейся ситуации. Когда в банке, который по всем показателям и по всем сообщениям находился в определенной зоне риска, самоуправление хранит там около 2 миллионов, если не ошибаюсь, денег, то здесь не принимаются никакие шаги по выведению этих денег в другие, более надежные банки. Мне кажется, это еще один пример вот такой вот бесхозяйственной и бездарной политики руководства города. Ну, это, конечно, пока загадочная история, потому что, действительно, если сравнивать, как другие самоуправления Латвии в каких объемах держали денежный капитал именно в ПНБ банке, то здесь почему у Даугов, Пилской и Городской думы оказались в таком количестве денежные средства именно в этом банке, это еще подлежит разбираться к госконтролю, к НАБУ и другим соответствующим структурам. Но если посмотреть на структуру вообще вкладов Даугов-Пилского городского самоуправления и Даугов-Пилского края, то почему-то Даугов-Пилский край рациональным и безопасным считает хранить свои денежные средства на счетах ВАЛС-кассы, то есть в государственной кассе, тем самым не подвергая риску собственный капитал. Почему произошло с Даугов-Пилского края, я не знаю. У меня тоже это вызывает очень противоречивые чувства. Казалось бы, в принципе, сейчас банковская система достаточно подвижна, предприятия самоуправления могут менять вкладчика, сам банк, в котором они хранят деньги. Почему произошло именно так? Действительно, давайте позволим КНАБу и госконтролю разобраться в сложившейся ситуации. Давайте посмотрим на ту часть еще, что просто частый сектор и юридические лица нового предприятия имеют сложности в отношениях с банками. И зачастую сейчас открыть новый счет в банке, особенно новому предприятию, не предоставляется таким легким процессом, как это было ранее. Зачастую сейчас приходится ждать от недели и более. И начать коммерческую деятельность полноценно в Латвии сложно. Поэтому многие коммерсанты обращаются и открывают свои банковские счета в соседних государствах, в Литве, в Эстонии и даже в Польской республике. То есть, как вы оцениваете сложившуюся ситуацию для вообще развития, возьмем даже для примера города Дауэрс, потому что здесь многие люди достаточно предприимчивые, но есть вот эти вот сложности. Меня вспоминает ситуацию примерно 15-летней, может даже 10-летней давности, когда банки активно рекламировали свои кредиты, когда не просто предлагали кредиты, а упрашивали взять кредит в банки. И это действительно не составляло никакой сложности даже для иностранца открыть счет в Латвии и как бы обладать определенными запасами денежных средств. Что касается Латвии, ну, возможно, я с вами соглашусь, потому что законодательство Латвийской республики, к сожалению, зачастую завинчивает гайки простым жителям и коммерческим структурам, и частникам. Почему люди уходят? Потому что, ну, видимо, и в Эстонии, и в Литве, и в Польше вся эта волокита гораздо меньше. Хорошо. А как вы оцениваете, вообще будет дефицит денег? Потому что 2020 год, все экономисты прогнозируют, что он будет связан с определенными проблемами именно в сфере наличности. И вот эта система мониторинга, которую сейчас сформировало латвийское правительство, оно только отягощает и ухудшает динамику развития бизнеса. С одной стороны, мы охлаждаем экономику, но с другой стороны, мы забываем, что экономика — это не только сфера строительных услуг. Ну да, конечно. Вы посмотрите, что происходит. Люди, которые, ну, раньше могли иметь какие-то сбережения, теперь с оглядкой на тот же самый вал Сенева модельницы, на СГД, постоянно пытаются контролировать свои денежные счета. Вспомните те скандалы с переводами денег, подарков из той же Англии, да, из Великобритании, когда люди просто попадали в совершенно глупые ситуации, там, переведя несколько, может, тысячу, может быть, несколько тысяч евро на счет своего родственника, да, который здесь не имеет работы, да, или, например, испытывает трудности с деньгами, они просто попадают под колпак СГД и имеют в дальнейшем большие проблемы. Я думаю, что да, это будет только усложняться, но это усложняется не только, кстати, в Латвии и в Европейском Союзе, и по всему миру, потому что сейчас пристальное внимание ко всем офшорным зонам, да, приковано в связи с так называемой новой холодной войной и так далее. Я думаю, что с наличными деньгами так и будет. Лучше с ними вряд ли что-то будет становиться. Да, так как-то все это печально звучит, может быть, пора придумать новую форму валюты, как в свое время сделал мэр Вэнспилса, он создал свою внутреннюю денежную единицу, которая в обиходе услуг и туристической сферы активно используется. Я думаю, что в Даугавпилсе тоже пора задуматься. Ну а чуть позже мы поговорим об интересных ситуациях и о медиках, и о политических изменениях на арене Латвии. Продолжается диалог между медицинской индустрией Латвии и правительством Латвийской республики. И пока он не увенчался успехом, потому что медики требуют выполнения взятых обязательств со стороны правительства о повышении заработной платы и выделения требуемых и необходимых средств в бюджет на медицинскую отрасль. Договориться не удалось окончательно, поэтому 7 ноября медики возьмут неоплачиваемый отпуск и выйдут на пикет к зданию Сейма Латвии. Если это не увенчается и далее успехом, то с 8 по 14 числа следующего месяца про это вторая волна акции протеста, которая будет называться «Опусти флаг и зажги свечу». Честно сказать, не хочется оказаться в эти дни больным или нуждающимся в медицинских услугах. И не знаю, почему так складываются отношения между некоторыми представителями профессии в Латвии и нашим правительством. Как вы думаете, Роман, вообще удастся медикам отстоять свое законное право получить те три уже договоренные деньги или это все опять перейдет в какие-то долгие-долгие растянутые переговоры? Про профессию медика я знаю не понаслышке. Мои родственники ближайшие, то есть мой племянник, его жена, они как раз закончили обучение в университете Страдыния и работают сейчас в Даугов-Полске. В Даугов-Полске региональные больницы и в скорой помощи. Я прекрасно знаю всю эту ситуацию. Не то чтобы изнутри, но достаточно близко. К сожалению, вы правы. В последнее время болеть очень накладно. Не в том смысле, что это денежно затратно, а в том смысле, что действительно немножко страшно ложиться в больницу, потому что ты можешь не получить вовремя нужную медицинскую помощь, нужную медицинскую услугу по каким-то там причинам. Все прекрасно знают, какие огромные очереди на МРТ и так далее. Ситуацию нужно срочно исправлять. Ее нужно было исправить, наверное, лет 10 назад начинать. Но почему-то наше правительство и наши вообще люди, которые находятся у власти, не спешат идти медикам навстречу. Здесь вообще ситуация настолько глупа на самом деле, потому что правительство сначала взяло на себя обязательства, подписало все законодательные акты, а теперь отказываются буквально со словами премьер-министра, что следует отменить те законы, которые мы не можем выполнять, идут дальше вперед, как паровоз в направлении к светлому завтра. К сожалению, так и происходит. И посмотреть, насколько стремительно сейчас там то же самое новое единство теряет свои рейтинги. Это в том числе связано и с этим. Но я считаю, что ситуация действительно критическая. И она не только критическая в области медицины, но и в области образования, кстати. Это следующий больной этап. Но давайте дождемся 7-го числа, посмотрим, о чем состоится диалог, если он состоится между медиками и правительством. И может быть, действительно удастся установить какой-то худой мир, чем второй этап забастовок. Будем надеяться. Но у нас есть еще один интересный момент. В конце прошлой недели состоялось партийное заседание, большой слет партии согласия, где все ожидали, как эта политическая фракция трансформируется. Все ждали, что господин Домбровский сможет возглавить и взять управление. Но Янис Рубанович, он отстоял свои позиции, наверное, правильно делегировав вторые, третьи и пятые места. Хотя в местных СМИ у нас появилась информация, что кто-то сошел первым в список управления, потом выяснилось, что пятым отказаться, касаемо нашего господина мэра. Как вы считаете, Роман, вот эта предыстория о том, что должна была появиться новая городская или региональная политическая структура, общественно-политическая структура, о которой так много пиарился господин мэр, ей теперь суждено быть? Я ждал с нетерпением данного Конгресса. В принципе, не сомневался нисколько Ворубановича. Другой вопрос был в том, что войдет ли Элхсенович в правление согласия. Он все-таки в него вошел, пускай пятым номером, там ни вторым, ни первым, естественно, как он себя очень сильно любит на портале город ЛВ, где он себя рекламирует, но это ладно. Так вот, я считаю, что вот Урубанович, он как большой такой пароход «Титаник», в хорошем смысле этого слова, он плывет вперед, и я думаю, что никого он там особо власти в своей партии не даст. А вот что касается Элхсеновича с его заявлениями популистскими по поводу создания новой партии, но теперь для меня это будет очень большим сюрпризом, если все-таки партия это состоится. Как он посмотрит в глаза своим избирателям, как он посмотрит в глаза горожанам, которые вроде как, с одной стороны, ждут от него этого шага, но этот шаг по всем логическим заключениям состояться уже теперь не должен. Ну, в его посте в соцсетях очень всем понравилось заявление под надписью, что Ушаков не смог, а дальше наш мэр подписался «Я смогу». То есть это вот тоже такой утверждающий фактор, где все ждут, а что же будет. Мне бы очень хотелось сегодня была передача с Эрбановичем на Дельфию, но вот, кстати, не посмотрел еще, не успел, мне бы очень хотелось узнать мнение самого Эрбановича по этому поводу. Ну, я думаю, буквально в ближайшие дни будут какие-то еще и заявления, это теперь уже от председателя партии «Согласия», то нам осталось тоже немного подождать, и буквально чуть-чуть мы узнаем, что будет происходить и на просторах политической жизни города. Подождем, но пока популизм нашего мэра народного побеждает. Это тоже способ. Да, совершенно верно. Сегодня новости закончены, ждите новостей и свежих рубрик на телеканале ЛРТ+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова